В начале встречи больше опасных моментов возникало у ворот полевчан. Оборона хозяев не всегда удачно действовала, и за счет ошибок в простых ситуациях не всегда получалось переходить от защиты к нападению. Игра проходила в основном в центре поля, и такое ощущение, что двигаться футболистов заставляла лишь морозная погода, дабы не замерзнуть. В игре обеих команд было много мелкого фола, много борьбы, но опасных моментов практически не создавали, особенно хозяева. И на перерыв футболисты так и ушли, не размочив счет. В самом начале второй половины гости заработали штрафной в опасной близости от ворот полевчан. После удара 11 номера урожая Евгения Борзунова мяч срикошетил от стенки и влетел в ворота Полевского 0-1. Через три минуты судья указал на точку в штрафной площади урожая. К мячу подошел Антон Григорьев и точно пробив нижний левый угол сравнял счет 1-1. Игра оживилась, пошел открытый футбол. И вот уже после дальнего паса все тот же Антон Григорьев головой переправляет круглую сферу в сетку ворот гостей 2-1. Да, лучше на поле, он лучше управляет в второй лиге, потому что парень-то играющий, значит, и команда на него пытаться играть. И я, в принципе-то, ведь нынешней командой, в принципе, доволен. Мы почему-то команду делали на перспективу. Мы не надеялись, что прямо они за два месяца наиграют. Мы делали на следующий год, через два года команду эту. Вот для чего мы ее и создали. И вот если воля властей будет дальше, то эту молодежь и команду сохраним. И на следующий год, я думаю, что она выступит гораздо удачнее, чем в этом году. Но это просто из-за нашей неопытности. Мы столько очков потеряли из-за своей собственной неопытности. Где-то, может, мы не так сделали, не так сыграли. Ну, ребята уйтутся. Ну что вы, все парни молодые, они первый раз вышли на большое поле. Так что, будем надеяться, что если доживили в следующий год, то встретимся в 2013 году уже в лучшем состоянии. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, кто нас верил, нашу команду. Хочу поблагодарить, что они поддержали нас. В середине второго тайма 12 номер гостей Сергей Макаров вышел один на один с вратарем хозяев и, переиграв нашего кипера, снова уравнял счет. А еще через пару минут все та же двенашка урожая вновь вывел гостей вперед 2-3. В оставшееся время команды больше забить не смогли. И заключительный матч сезона так и закончился минимальным поражением Полевского. Начиная с августа месяца, это уже называться не команда «Призрак», в которой в августе только появилась команда, начали играть. Два месяца прошло, кое-кому чему научились. И в каждом матче почему и такая боевая получаться игра. Потому что ребята учатся, осваивают уроки большого футбола. Я думаю, что если бы нынешний чемпионат прожил не в один, а в два, то там очков гораздо больше было бы.